Родственники военнослужащих из Алтайского края, сами мобилизованные из 11-й роты 394-го полка, записали видеообращение, где рассказали, что воюют с автоматами против танков без артподдержки. Военные говорят, что 7 месяцев находятся на первой линии фронта, несут большие потери. Было 106 человек в роте, осталось 40. Уже долгое время они без продовольствия, воды и медикаментов. Уверяют, что воюют за свои деньги. Осталось только купить себе патронов, потому что все утерянные вещи, которые выдала нам армия, они просто разбомбили нам. Нас нечего, ни лопат, ничего. Если и осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем. Медики у нас вообще без лекарств, без бинтов, как могли, перевязывали раненых. Вот, вывозили, очень долго ждали, когда вывезут, даже раненых. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток. А матери и жены, мобилизованных в видеообращении к Владимиру Путину, рассказывают, что их родных ведут на убой, заставляя вернуться к поселку Новодаровка, который находится под контролем ВСУ. За отказ им угрожают уголовным преследованием. Когда стало невозможно находиться на позициях, то есть закончилась еда, закончились патроны, парни начали отходить. Им начали угрожать уголовное ответственность за дезертистство. Заставляли возвращаться на передовую без должного оснащения. Из 150 осталось 20 человек, жалуются также военные подразделения «Шторм-Зет». После тяжелых боев на передовой их вывели в тыл, но уже через три часа сказали возвращаться назад. Нам не поставлялась БК, нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания, не вывозились трехсотые. До сих пор там гниют двухсотые. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе, даже не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. А те военнослужащие из подразделения, которым удалось всё-таки попасть в госпиталь после ранения, жалуются, что раненых возвращают на фронт с контузиями и осколками в теле, а отказавшимся угрожают последствиями. «Два-три дня человека привозят в госпиталь. Два-три дня он там находится с контузией, с осколками, с различными ранениями. Два-три дня всего проходит, его возвращают обратно, как полностью боеспособную. Как вы рассуждаете, вот если человека контузить и осколков в его теле, что человек чисто психически и физически не может выполнять какие-либо задачи. Это никого не волнует». Как пишут Северреалии, после ранений, не получив выплаты, солдаты идут в частные клиники за лечение и в суды за справедливостью. Но из всех судебных исков, а их было около 60, удовлетворили пока только один, сообщает издание. Раненого военного, которому удалось оспорить своё возвращение на фронт, зовут Виктор Чуприенко. Весной 2022 года он вернулся с фронта и обратился сразу в две частные клиники с жалобами на ухудшение здоровья. В обеих врачи подтвердили, что Чуприенко нетрудоспособен. Судья постановил, что комиссия нарушила права военнослужащего, отменил медзаключение о годности и обязал врачей провести повторное заседание в полном составе. Из статьи издания «Северреалии». Кремль сознательно скрывает, сколько российских военных погибло в Украине. Дело даже не в том, что такая информация может вызвать общественный протест. Просто ложь стала основой публичной стратегии российской власти, пишет издание «Медуза». Его журналисты совместно с коллегами из издания «Медиазона» на основе открытых данных подсчитали количество погибших российских военных. За 15 месяцев полномасштабной войны оно составило 47 тысяч человек. На 27 мая 2023 года, то есть до начала украинского контрнаступления, общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек. Если еще точнее, с вероятностью 95 процентов, число лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами. Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане 1979-1989 годы и в девять раз больше потерь федеральных войск в ходе первой чеченской кампании 1994-1996 годы из совместного исследования изданий «Медуза» и «Медиазона». С учетом тяжелораненых, военных, уволенных со службы, общее число потерь может составлять минимум 125 тысяч человек, а вероятно, значительно больше, сообщают журналисты. По данным Генерального штаба ВСУ, боевые потери среди личного состава противника с момента начала вторжения России в Украину на данный момент составляют около 235 тысяч человек. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин. Для телеканала «Фридом». Продолжение следует...